здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и раскрыть некоторые особенности русской бани а именно как пить воду правильно связи с банными процедурами вопрос не праздный правильный ответ это не да или нет а он зависит от того какую цель вы перед собой дополнительно ставить и напомню что баня сауна это нагрузочная тепловая процедура во время которой вы лично либо опытный банщик стремится удалить максимальное количество воды из вашего организма чтобы его очистить желательно не до последней капли хотя бы до предпоследней и чем большие резерв воды в своем организме вы создадите тем в большей степени очищение произойдет вашего организма надеюсь вы это понимаете поэтому просмотрев это видео до конца вы узнаете в каких редких случаях не стоит пить воду перед баней она будет вам просто мешать также вы узнаете в каких случаях стоит пить воду перед баней и какие виды воды вы должны использовать для того чтобы банные процедуры принесли вам максимальную пользу а также вы узнаете какие виды воды я бы не Не только в день банных процедур исключил. А дня за два до бани. Чтобы снизить кардиологический риск. И чтобы вы просто не погибли во время банных процедур. Во время оздоровления. Это реальная проблема. Реальная опасность. И о ней вы узнаете в процессе этого видео. Поэтому смотрите видео дальше. И вы узнаете не просто ответ «да» или «нет». А вы узнаете те особенности, которые вы должны учитывать. Чтобы баня приносила вам здоровье, очищение и омоложение вашего организма. Если вы с помощью бани хотите значительно снизить вес. Тогда не стоит пить воду перед баней. Но! Одно дело если вы спортсмен высокого класса. Стремящийся попасть в более низкую весовую категорию. Тренированное сердце позволит вам выдержать эту жесткую нагрузку в бане. Снизить вес и не умереть. Если же вы женщина, ведущая малоподвижный образ жизни. И вам хочется надеть то платье, из которого вы немножко выросли. Здесь риск совершенно иной. Нагрузка в бане будет значительной. В бане вам тоже нужно будет не пить воду. А подвергать свой организм жестким тепловым нагрузкам. И сердце может не выдержать. Особенно если у вас есть темные круги под глазами. Для снижения веса есть менее экстремальные системы. Наберите на моем канале кефирно-борщевая диета. Это очень хорошая сбалансированная диета. Которая позволяет легко и просто без напряжения терять вес. Без риска для вашего здоровья. Для вашей жизни. Поэтому в этих случаях понятно. Не стоит пить воду. Но риск достаточно значительный. И вы его должны знать. А вот как правильно пить воду для большинства перед баней. Чтобы создать резерв воды. И очищаться безопасно. Вы узнаете прямо сейчас. Как и какую пить воду правильно перед баней? Некоторые эксперты советуют за полчаса-час до бани выпить 200-400 мл очищенной воды. На мой взгляд это не имеет никакого физиологического смысла. Такая вода быстро попадет в кровеносную систему. Создается избыток воды. Который легко и просто будет еще до бани удален через почки. Да! Очищение крови и очищение организма вы провели. А запас воды в своем организме не создали. Такая вода останется в организме только в одном случае. Если вы весь банный день ввели неправильно. И дефицит воды создался уже перед баней. Да! Вы этот дефицит устранили. Но запас не создали. По этой же причине советую перед баней в коротком промежутке использовать соки. Кислого, кисло-сладкого вкуса. Компоты, сочные фрукты. Они также будут достаточно быстро использованы в организме. И удалены через почки. И резервы воды вы не создадите. Я бы запретил использовать перед баней воду высокой минерализации. Да! Во время бани вы будете терять минералы. Но потребность нужно восполнить после бани. До бани минералы, попадая в кровь, могут перегружать выделительную способность почек. Выделяясь в концентрированном виде с мочой. А моча во время банных процедур образуется в меньшем количестве, но все же образуется. Вы будете выращивать в почках солевой диатез, песочек, камни. То есть, иными словами, поход в мочекаменную болезнь у вас будет легко и просто совершен. Абсолютно я бы исключил воду, которая содержит много поваренной соли. Поваренная соль будет удерживать воду в кровеносной системе. И мешать очищению организма в бане через почки. Организм будет перегреваться. Банщик будет вас греть в большей степени, чтобы добиться активного потоотделения. А на самом деле будет перегреваться ваш организм. Будет становиться более густой кровь. И нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Поэтому не создавайте сюрпризов ни себе, ни банщику. Запасы воды создавайте правильно. А на мой взгляд правильно пить воду перед баней. Это за час-полтора до бани. Вы должны съесть порцию овощного супа. Либо винегрет не очень подойдет. Скорее все-таки овощной суп, борщ обязательно без мяса. Вегетарианский суп должен быть. В этом случае относительно медленное переваривание будет создавать резерв воды в вашем организме. И в те периоды отдыха между заходом в парную Ваш организм будет получать дополнительные порции воды. Поддерживая вязкость крови на относительно низком уровне. И если вы в баню идете утром, то понятно завтрак у вас именно такой. Если у вас баня планируется днем либо вечером. Весь день вы должны в пище иметь супчики. Борщики. Любые варианты без белка. Без гороха. Без фасоли. Они достаточно долго перевариваются. И тоже могут создать определенные проблемы. Может быть жидкая каша, рис, гречка. Это уже по вашему выбору. По вашему вкусу. Но такие продукты в банный день не создадут проблем вашему организму в плане белковой интоксикации. А обеспечат ваш организм нужным количеством воды для очищения организма. В этом случае баня даст вам максимальную пользу. Если баня планируется во вторую половину дня либо вечером. Этот день может быть не полностью ветрианским. На завтрак у вас могут поступать и мясо, и рыба, и птица. В каком виде? Как вам лучше определиться? Наберите на моем канале. Несколько видео не есть после 18 часов. Я там расписываю условия, как правильно употреблять белковую пищу перед сном. А в данном случае вам перед баней. Иными словами, вам нужно сделать так, чтобы тот кусок мяса, которое вы употребили. Или рыбы, или птицы, был полностью переварен. Усвоен в организме до первого захода в парную. В этом случае белковая интоксикация будет минимальна. А белки вы будете использовать по назначению. Одна из функций белков — они удерживают воду в тканях. Иными словами, правильное употребление белковой пищи помогает создавать резервы воды в вашем организме. Которую вы легко и просто можете тратить в любое время. В том числе во время нахождения в парилке. Когда вы находитесь в бане, в сауне. Очищаете свой организм. А белки помогают вам делать это безопасно. А вот в каком виде воду ни в коем случае не стоит использовать перед баней, как в этот день. А я бы сказал и несколько дней до бани. Вы узнаете прямо сейчас. В каком виде я бы не советовал пить воду в связи с баней? Я бы рекомендовал исключить некоторые напитки. И за полтора-два часа до бани не пить кофе. Да, в кофе есть вода, которая в бане нужна. Но в кофе есть и кофеин. Который усиливает не только силу сокращений сердечной мышцы. Что в бане было бы и полезно. Но и увеличивает частоту. Что в бане очень вредно. В бане также увеличивается частота сокращений сердца. И гиперстимуляция приведет к быстрому износу сердечной мышцы. Напомню физиологию. При пульсе 60 ударов в минуту. Механическое сокращение мышцы сердца — одна десятая секунды. Время на восстановление — девять десятых секунды. Так как сердце сокращается один раз в одну секунду. При пульсе 120 ударов в минуту. Механическое сокращение мышцы сердца остается прежним. Одна десятая секунды. А время на восстановление сокращается до четырех десятых секунд. Иными словами — в два раза меньше. И если кардиолог не планировал встречу с Вами, то употребляя кофе перед баней, Вы эту встречу можете назначить. Также я бы советовал исключить чай. Но! Чай в бане еще более коварен. И чай не нужно пить за часов 6 до бани. Кофеин из чая относительно медленно попадает в кровь. И будет создавать опасность на протяжении всего этого периода. Поэтому это нужно знать и правильно использовать. Даже если Вы пьете чай или кофе с молоком — все равно опасность остается. Поэтому эти напитки перед баней исчезают на определенный срок. Также я бы советовал исключить все алкогольные напитки. Спирт относится к одному из самых калорийных соединений. 7 ккал на 1 грамм. Почти в полтора раза больше, чем приносят углеводы и белки. И чуть-чуть уступает жирам. И такой простой легкий источник энергии, согревая организм, создает условия для перегревания в бане. Если банщик не учуял то, что Вы пришли в баню немножко выпившим, у него могут быть проблемы с Вашим здоровьем. Он и этот фактор может полностью не учесть. Перегреть Ваш организм. Перегрелась кровь стала более густой. Нагрузка на сердце, на сосуды. И дальше Вы понимаете, чем может все закончиться. Поэтому перед баней алкоголь исключается полностью. Более того. Вы дают мнение, что после того как было принято много алкогольных напитков, нужно сходить в баню и очистить организм. Вот этого делать абсолютно категорически нельзя. И если Вы употребили много алкогольных напитков, да, Вам нужно оказывать себе помощь. Но! В баню можете идти только суток через двое. Когда Ваша печень восстановит вязкость крови, снизит ее. И после этого Вы уже можете идти в баню, очищать свой организм и заниматься своим оздоровлением. Но! Это я рассказал Вам особенности, как пить воду правильно перед баней. И видите, в некоторые моменты нужно учитывать. Даже за несколько суток. Тогда Ваше здоровье будет со знаком плюс. Тогда Вы в баню идете, очищаете свой организм безопасно. И своему здоровью не вредите, своей жизнью не рискуете. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. Если Вы понимаете, что какие-то особенности Вы не знали, что-то узнали новое из этого видео. Не забудьте поставить лайк. Можете отправить своим друзьям, знакомым, родственникам. В баню ходят многие. Парятся многие. Важно это делать правильно. Нужно знать особенности русской бани. Чтобы использовать их для своего здоровья. А не во вред своему здоровью. А в следующем видео этой серии про особенности русской бани я расскажу как пить воду правильно в бане. Очень многие это делают неправильно. Используя не те напитки, которые нужны в бане для поддержания правильного процесса потения и очищения организма. Более того, Вы узнаете, что алкогольные напитки в бане могут Вас и убить, и спасти Вам жизнь. Если Вы их используете неправильно. И в следующем видео Вы это узнаете. До новых встреч на моем канале. Надеюсь, Вы подписчик канала. И это видео, ссылка на него придет Вам в почту. Идите на видео. С вами был Игорь Негода.